Уже прошло некоторое время после выхода патча и ситуация стабилизировалась, поэтому настало время взглянуть на Гаусса, так называемого покровителя Альтры, в честь которого было названо текущее обновление. Добывается 41 фрейм в магазине напрямую за платину, также чертёж его покупается в магазине, а куски падают в сбои на седне, при этом требования по рангу мастерства отсутствуют. Этот фрейм является самым быстрым из всех имеющихся, что уже видно в его статах, так как скорость бега равна 1.4. Тем не менее, фрейм несколько хрупкий, всего имеется 100 здоровья, а также 150 брони, щитов и энергии, но об этом позже. Особенностью Гауса является наличие так называемой электрокинетической батареи, которая пополняется при передвижении и используется для всех способностей. Также этот заряд шкалы поднимается при воскрешении союзников. По умолчанию доступно лишь 80% батареи, но до этого мы тоже доберемся. Пассивка также заключается в том, что при передвижении щиты восстанавливаются быстрее и с меньшей задержкой, в зависимости от заряда батареи. Теперь, что касается способностей. Первая способность, ускорение, наделала много шума при выходе этого фрейма. В первые дни кто только не пытался разогнать его до абсолютно бредовых результатов, и надо отметить, давненько не было видно фреймов с такими зрелищными способностями. Ускорение можно использовать как рывок с помощью простого нажатия способности, либо можно нажать на кнопку и продолжать зажимать кнопку передвижения для постоянного бега. При использовании ускорения будет заполняться батарея, будь то рывок, постоянный бег или таран препятствий и врагов. При таране препятствий будет образовываться опрокидывающая волна. Скорость ускорения зависит от скорости бега и не зависит от силы способности. При беге маневрирование ограничено, но можно перемещаться по воде. Также нельзя стрелять, перекатываться, входить в ближний бой и целиться, но перезаряжаться можно, равное как применять иные способности, кроме ульты. Далее у нас идет кинетическая броня. В зависимости от заряда батареи, можно блокировать физический урон, огонь, холод и взрыв. При действии брони гауссы нельзя оглушить и опрокинуть, а блокирование урона затрачивает батарею. Хотя для минимальной защиты батарея может быть и пустой. Также при действии такой брони батарея будет разряжаться сама по себе. Дополнительно тут имеется встроенный гнев. 5% заблокированного урона, в том числе урона по щитам, преобразуется в обычную энергию. Минимальное сопротивление урону имеет предел в 50% и дальше не увеличивается модами на силу. Также при активной броне ускорение будет наносить урон разрезом. Третья способность это тепловой раскол. Вы можете создать поле холода при нажатии способности, при этом пополнится заряд батареи. Враги будут получать урон холодом, но если применить эту способность на врагах, которые уже находятся под действием холода, то они будут заморожены. Также вы можете удерживать кнопку, создавая поле огня, но часть энергии батареи потратится. Если враги были уже под огнем, то поле нанесет им дополнительный урон. Если на врагах был огонь и они подпадают под эффект холодного поля, то образуется эффект взрыва. Наоборот, это также работает. Всего можно поставить до 4 одновременно действующих полей. Со временем они уменьшают свою зону. Длительность действия статусов на врагах и урон зависит не только от стату фрейма, но и от заряда батареи. И под конец красная линия, или как у нас перевели, редактирование. С помощью ульты Гаусс работает на износ, расширяя предел батареи с 80% до 100%. Также усиливает такие показатели в фрейммарках, скорострельность, скорость атаки в ближнем бою, скорость перезарядки и скорость смены оружия. Значения усилений зависят от модов на продолжительность и заряда батареи. При действии ульты заряд батареи будет затрачиваться более заметно, если заряд выше 80%. Обычным бегом его уже не поддержать, лишь способностями. При удержании заряда батареи сверх нормы, вокруг Гаусса будут формироваться снаряды, которые взорвутся при окончании действия ульты или ручной деактивации способности. Также при накоплении сверхзаряда на батарее появится значение в процентах. Доведя его до 100%, способности не будут затрачивать батарею вообще. По окончании действия заряд батареи опустошится на 20%. Красная линия также усилит иные ваши способности. К примеру, ускорение будет затрачивать в 2 раза меньше энергии. Кинетическая броня будет давать на 100% больше урона в ближнем бою и оглушать врагов при ударе. А тепловой раскол будет сразу замораживать врагов в холодном поле, либо сразу же наносить дополнительный урон при создании огненного поля. А в случае образования взрыва, броня врагов будет сниматься в зависимости от заряда батареи до 50%. Если так подумать, то Гаусс не так прост, как кажется изначально. Хотя его ускорение полезно по большей части лишь для открытых локаций. Ну а теперь можно посмотреть и билд. Здесь я решил сделать упор в силу и длительность для использования кинетической брони и ульты. При выживаемости хорошо заходит быстрое мышление, плюс из-за пассивки неплохо смотрится биоэнергия прайм. Учитывая то, что энергия преобразуется и от урона по щитам тоже, то можно поставить соответствующие мистификаторы. Скажу сразу, Гаусс мне изначально не так уж что бы сильно понравился. Ведь в плане выживаемости у нас есть тот же Инарас, а для эффективного перемещения под открытым местом все еще лидирует Эдзал. Но Гаусс как таковой является забавным в плане его способности. Он прочный, быстрый и эффективен в бою, и на самом деле мне было не так уж и плохо за него играть. Поэтому могу сказать, что фрейм вполне себе любопытный. Ну а напишите, каково ваше мнение по поводу этого фрейма, но от меня уже точно все. Потому всем всего, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok